Уважаемые коллеги, с одной стороны, система как вне, так и внутриведомственной экспертизы качества лечебно-диагностического процесса и защиты интереса застрахованных пациентов, с другой стороны. Существующие подходы страховых компаний по оплате и оценке качества медицинских услуг направлены на экспертизу случая заболевания, посещения и пребывания в стационаре. Развитие сети популяционных раков регистра способствует существенному повышению качества традиционно используемых и разработке новых показателей. Вахтанг Михайлович, 2005 год. Особую значимость последняя приобретает в связи с внедрением новых медицинских технологий и оценкой их эффективности. Основой онкологической помощи и организацией популяционного раков регистра, отвечающей международным стандартам, является достоверность диагноза. Доля больных с морфологически подтвержденными диагнозом к общему числу больных, взятых на учет за последние 5 лет, по нашим данным, превысила 90. Вот эта диаграмма освидетельствует о том, что в 2015 году она превысила 95%. При выборе лечебной тактики клиницист не может удовлетвориться только гистологическим типом излокачественного образования. Для верификации диагноза требуется полное морфологическое исследование, включая иммуногистохимическое, ПЦР, ДНК, цитометрическое, не только опухоли, но и крови, молекулярно-биологических факторов, окружающих ее тканей. Каких-либо показателей качества и объема применения морфомолекулярных исследований для верификации, выявления, рецидива и оценка прогностических факторов злокачественных на образовании в литературе не существует. Тут нами предложена формула расчета морфомолекулярной верификации как злокачественных на образовании в целом, так и отдельных нозологических форм на 100 случаев. Здесь представлена формула, сумма ее из коэффициентов, состоящих из количества иммуногистохимических исследований, количества ПЦР-реакции, ДНК, цитометрических исследований, количества исследований сирологических маркеров и других. Важность данного показателя нужна с позиции оценки достоверной постановки диагноза, выявления своевременного рецидива, выбора метода адекватного лечения с позиции мощности лабораторий, контроля полноты использования новых лабораторных технологий, организации планирования и вложения финансовых средств на дорогостоящие расходные материалы. Индекс морфомолекулярных верификаций с 2001 по 2004 год возрос в 5 раз, по нашим данным, а к настоящему времени более чем в 10 раз. В определенной степени это связано с большим диапазоном гетерогенности и гормональной или пролиферативной активности злокачественных опухолей, выбор лечения которых непосредственно связан с выявлением специфических ингибиторов. Ну вот здесь диаграмма, показывающая на индекс верификации выявление рецидива и оценки прогноза злокачественных наобразований. То есть с 2001 года по 2004 год. При раке молочной железы мы видим, что уже к 2014 году индекс морфомолекулярной верификации на каждого больного составил 4,8, то есть почти 5 на 100 больных. В последнее время панель иммуногистохимических подтипов рака молочной железы расширивалась, появились дополнительные факторы, предсказывающие прогноз и ответ на лечение. Обоснована целесообразность генетического тестирования больных раком яичников мутаций методом ПЦР в генах БРК-1, БРК-2, обнаружение которых предполагает лечение определенными препаратами. Дорогостоящий метод. Флюоресцентной гибридизации для амплификации гена HER2-ANU позволяет обеспечить максимальную эффективность лечения герцептинов и избежать неоправданных затрат. Вот здесь представлена таблица верификации с позиции вложения финансовых средств на проточную цитометрию, иммуногистохимическое исследование определения стероидных гормонов, HER2-ANU, КИХ-67. Итого получается до более 5000 рублей для того, чтобы оценить стоимость реагентов и затрат последующих препаратов. Стоимость затрат на лечение одного пациента с распространенной формой ракомолочной железы по схеме TAT превышает расходы на морфомолекулярную верификацию более 60 больным ракомолочной железы и на одну пациентку по данным подобной в 2000 году. Стоимость лечения герцептином один раз в неделю в течение только двух месяцев превышает расходы на определение HER2-ANU и ФИШ методом 160 больных. Таким образом, оптимизация методов лечения злокачественного образования породила проблемы высоких затрат не только на таргетную терапию, но и расходов на морфомолекулярную верификацию факторов, предсказывающие ответ на ее проведение. Накопление материала по отдельным формам злокачественного образования позволяет подойти к получению оптимальных расчетных показателей и совокупных затрат стоимость-полезность на основании общей единицы измерения. Так, например, стоимость определения иммуногистохимических исследований показателя КИ-67 почти в два раза превышает показатели, получаемые методом проточной цитометрии. Но у нас имеется то и другое, которое не только позволяет ДНК-цитометрии получить пролиферативную активность СПФ, но и плойность опухолевых клеток. Но мы вынуждены идти на иммуногистохимию и использовать КИ-67, поскольку этим, то есть тем, чтобы приравнять к другим показателями, сравнить пролиферативную активность. Панель биологических параметров лимфом, лейкозов еще более многообразна, а значит, индекс морфологической верификации должен быть еще более затратным, требуется накопление материала для обработки оптимальных расчетных показателей. Эффективность онкопомощи зависит от многих составляющих, в том числе от профилактических осмотров. Вопрос о выявлении злокачественных образования в рамках профилактических мероприятий пока остается на уровне намерений. Традиционные показатели, удельный вес запущенных случаев, летальность первого года, эти критерии служат лишь основой для административных разборов, причин поздней диагностики, которая не прибавляет интереса врачам. В результате число злокачественных образований выявленных при профосмотр по России едва достигает 10%. Эпитериальные опухоли, подлежащие скринингу, имеют градацию нулевой и первой А-стадий, а потому могут играть в качестве интегрального показателя уровня ранней диагностики. Ну, эта формула, она всем известна, ей используется, но этот показатель является достаточно объективным, не показатель запущенности, а вот именно этот показатель, поскольку он подтверждается морфологически, и в-третьих, в свое время на поставленный диагноз рака нулевой первой стадии обеспечивает излечение с помощью небольших хирургических и других методов обследования. Вот эта таблица свидетельствует о том, что показатель качества диагностики, начиная с 1997 года, когда у нас началось строительство онкологического диспансера, к настоящему времени она значительно увеличилась и превысила цифру 2, то есть показатель нулевой и первой стадии по отношению к микроинвазивным формам составил больше двух. Несмотря на повышение выявления ранних форм рака шейки матки, внедрение новых технологий забора мазков, жидкостной цитологии, технического переоснащения смотровых кабинетов, заболеваемость инвазивных форм остается относительно на высоких цифрах. Снижение заболеваемости лежит на пути материального стимулирования со стороны страховых компаний и увеличение хвата женщин цитологическим скринингом не менее чем на 70%, особенно молодого возраста. Комитет ВОЗ восстанавливает новые приоритеты скринингера кошельки матки, в частности применение ПЦР как минимум групп риска на выявление вирусоносительства. Чувствительность ПЦР настолько велика, что позволяет определить HPV, когда нет еще достаточно, нет еще морфологических изменений и выявления дисплазии. Контроль несоблюдения стандарта диагностики направления больных онкологических диспансер. Мы этим показателем пользуемся и он берется из числа сигнальных карт с дефектом несоответствия стандартов обследования, из протоколов на запущенные случаи, из протоколов вскрытий, деленное на общее число взятых на учет по той или иной общей, так и на определенную локализацию. Показатель онкологической службы населения, ну вот в качестве примера, если там в виде таблиц Самара представляла, то мы берем основные показатели онкологической службы и в виде лепестковых диаграмм. Средний показатель это по области круг, а все то, что выходит за его по пределу выше или ниже, это уже отличает и является предметом для проведения административных решений. Выводы. Внедрение популяционного рака у регистра способствует расширению возможности анализа и оценки качества многогранной деятельности онкологической службы. Предложены расчеты показателей морфологической верификации лепестковые диаграммы, отражающие уровень использования новых технологий онкологического диспансера, подготовки врачей общей лечебной сети и проведение противораков мероприятий на определенной территории. Кроме того, данные показатели могут служить мерой контроля принятия административных решений или вознаграждения руководителя лечебных учреждений районных онкологов за лучшие показатели качества, которые могли бы быть двигателем прогресса решения улучшения качества онкологической службы. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.